Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юля, думаю по названию этого видео вы уже поняли то, что сегодня будет достаточно популярный на ютубе тег 1000 долларов на косметику в сифоре или же корзина моей мечты. Так что я очень надеюсь, что данное видео вам понравится. Это видео носит исключительно развлекательный характер, так что заваривайте чай, кофе, присаживайтесь поудобнее и давайте начинать. Давайте, пожалуй, сразу же договоримся, что я буду говорить о американской сифоре, независимо от того, что в Россию она не доставляет. Все дело просто-напросто в том, что на американской сифоре есть все бренды, которые я бы хотела заказать и поэтому проще аккумулировать все в одной корзине. Непосредственно из России я же могу заказывать то, что я уже хочу и тогда, когда я захочу, либо из российской сифоры, либо с Кульбьюти, с Бьюти Бэй, Лук Фантастик и любых других сайтов, где я найду нужный мне бренд и приемлемую цену. И также хочу сказать, что я здесь выбирала не только декоративную косметику, также у меня здесь будет большой блок ухода, также здесь будут кисти и даже один парфюм. И вот по поводу парфюма мне, кстати, очень интересно ваше мнение, потому что все-таки это очень тонкий такой момент и я бы хотела собирать больше информации, прежде чем его купить. Итак, я собрала корзину стоимостью 1020 долларов 50 центов и данная корзина состоит из 23 позиций. Постараюсь не делать данное видео на полчаса. Давайте пойдем сверху вниз, сразу же первая позиция в моей корзине это бронзер от бренда Our Glass. Я вставлю сюда корзиночки сразу, чтобы вы понимали. Один бронзер полноразмерный стоит 52 доллара. Обалдеть, как дорого! Извините, конечно, за такое наступление, но это какие-то бешеные деньги за один лишь бронзер. Ну ладно, Our Glass никогда не отличались, на самом деле, своей низкой стоимостью, но зато Our Glass отличается, во-первых, своим отменным качеством, во-вторых, в их косметике нету талька. Собственно, это одна из тех причин, почему я хочу именно этот бронзер, потому что найти бронзер без талька, да и такой, чтобы он мне нравился, это очень-очень сложная задача. Поэтому я выбрала себе Our Glass и надеюсь, что он мне подойдет. Второе средство в моей корзине, это набор от бренда Centropez для автозагара. Здесь три средства в этом наборе. Во-первых, здесь мочалочка, конечно же, удобная. Во-вторых, здесь мусс-автозагар для тела 50 мл и также здесь спрей-автозагар для лица 14 мл. Кстати, точь-в-точь такой же набор я видела еще на сайте Asos, и он там стоит гораздо дешевле, там он стоит в рублях 967 рублей по скидке. Так что, вероятнее всего, как раз-таки этот набор я буду приобретать на Asos, а не в каком-либо другом месте. Вообще, я никогда не пользовалась автозагарами, и поэтому я себе и выбрала данный бренд, потому что этот бренд достаточно знаменитый, отзывы на него достаточно хорошие. Я уже прошерстила отзывы на iRecommend. И поэтому я хочу попробовать свое знакомство именно с вот таких вот легких средств, которыми я, скорее всего, не напортачу и не сделаю себе ни рыжее лицо, ни рыжие руки. Кстати, если у вас есть на примете хорошие автозагары, с которыми справится даже новичок, то напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Следующее, что лежит в моей корзине, это палетка от Charlotte Tilbury, которая называется Pillow Talk Palette of Pops. Это палетка знаменитая Pillow Talk, но она вся состоит из глиттерно-шиммерных оттенков. Если вы пробовали подобные палетки от Charlotte Tilbury, то вы примерно понимаете, какая у них будет текстура. Сразу же скажу, что это не для каждого палетка. Вообще, палетки Charlotte Tilbury абсолютно не для каждого, потому что у них своя пигментация, которая понравится далеко не всем любителям нашего обычного европейского макияжа. И поэтому, с одной стороны, данные палетки от Charlotte Tilbury могут вас снатно разочаровать, как это и было со мной, когда я купила палетку Exxedirize. Но сейчас я знаю, чего ожидать от данных палеток, и я не уверена, что я на 100% буду ее покупать, потому что, опять-таки, палетка специфическая. Но меня привлекает эта гамма, меня привлекает то, что палетка сплошь из вот такой вот шиммерной яркой текстуры с блесточками. Я как сорока тянусь вот на все вот подобное. И поэтому думаю, если когда-нибудь у меня будут лишние тысячи долларов, то я ее точно приобрету. Следующее средство это гидрофильное масло от бренда Bobby Brown. Об этом гидрофильном масле я уже множество раз слышала, в особенности от Ковки The Cat. Бьюти-блогер Вика Моисеева, думаю, вы все ее прекрасно знаете. Она уже много раз говорила про это средство. Оно отлично смывает макияж, и кроме того, оно не сбивает поры, и его не обязательно смывать с лица. Я, конечно же, гидрофильное масло в любом случае смываю потом при помощи умывалки, но иметь настолько хорошее по своему составу средство своей косметички, что его даже не нужно смывать, я бы хотела. Напоминаю, кожа у меня проблемная, она комбинированная, поэтому к тому, что я собираю в своем уходе, мне нужно подходить максимально трепетно. Следующая моя хотелка это хайлайтер от бренда Жора Косметикс в оттенке Цитрин. У меня есть точно такой же хайлайтер, только в другом оттенке. У меня хайлайтер розовый кварц, я обожаю этот хайлайтер, он мега яркий, его сияние видно за километр. Это невероятная красота. Данный хайлайтер смотрится очень ярко, пигментированно, как на зоне скул, так и во внутреннем уголочке. Он дополнит любой образ. Конечно же, этот хайлайтер не для тех, кто любит повседневный макияж и макияж без макияжа, потому что это очень заметное средство. Но если вы любите эффект бабах и бабам, то вот данный хайлайтер это для вас. Иными словами, у меня есть розовая версия этого хайлайтера, теперь я хочу желтенькую. Следующая это палетка от бренда Melt Cosmetics 420 Eyeshadow Palette. Она называется и стоит она 58 долларов. Эта палетка специфическая зелено-желтая гамма. Я после того, как открыла для себя палетку Мини Голд от Анташи Деноне, действительно полюбила зеленые оттенки на себе, потому что, оказывается, они могут смотреться очень даже неплохо, если они сделаны хорошо. Насколько я знаю, в этой палетке они сделаны прекрасно. Качество этой палетки без качества этой палетки не подвергается сомнению, поэтому я думаю, что мы с этой палеткой подружимся. Конечно же, эта гамма не на каждый день. Конечно же, эта гамма не для тех, кто находится под строгим дресс-кодом. Это интересная гамма для экспериментов, но я думаю, это будет просто шикарное дополнение моей коллекции. Следующее средство это тональное средство от Dior Backstage Face & Body Foundation. И стоит оно 40 долларов за 50 миллилитров. Я думаю, эту бутылочку вы уже давным-давно знаете. Это достаточно знаменитый тональный крем. Он очень легенький, он хорошенький, насколько я знаю, и я все еще его не попробовала. Мне где-то давали тестер данного тонального средства, но, честно говоря, я так до сих пор не воспользовалась им. Он у меня лежит, я все знаю, что мне нужно им воспользоваться, что мне нужно его попробовать. Но, честно говоря, я так не люблю пользоваться тестерами, что не тянется у меня рука к нему совсем. Итак, мы дошли наконец-то до обещанного парфюма, и это Jo Malone Wood Sage & Sea Salt, стоит он 140 долларов за 100 мл. В российской Сифаре, в Ривгош и на других сайтах можно купить данный парфюм и не в 100 мл, можно купить 50 мл и по-моему 30 мл, я как раз таки хотела себе приобрести 50 мл для пробы, но все же я сомневаюсь, потому что был коронавирус, я много читала про этот аромат, я до сих пор его не попробовала, не заценила, и именно поэтому мне нужна ваша помощь, если вы пробовали данный аромат, то пожалуйста напишите в комментариях. Почему я до сих пор не сходила, собственно, и не отведала его сама? Да потому что был коронавирус, те магазины были закрыты, потом коронавирус закончился в Москве, магазины все равно не открылись, а когда они открылись, то тестеров, простите, нет, так что не скоро еще я его попробую, но я вот уже несколько месяцев сплю и вижу себе этот аромат. Следующее, что у меня есть, это жидкие румяна от Nars в оттенке Orgasm, у меня уже есть такие румяна в жидкой, не в жидкой форме, а в сухой, мне в целом нравятся эти румяна, они очень красивые по своче, но они очень специфические в нанесении, первое время они меня страшно разочаровали, я жалела, что я их купила, но потом я нашла кисть, с которой они у меня все-таки начинают работать и относительно мы подружились. Но все же я теперь больше прониклась в жидкой версии, мне кажется, что она будет работать лучше. Кроме того, после того, как я приобрела кисть Artis, то жидкие текстуры стали теперь мои лучшие друзья, и поэтому я считаю, что я обязана иметь у себя в коллекции эти жидкие румяна. Стоят они, кстати, 30 долларов за 15 миллилитров. Следующее, что у меня лежит в корзине, это палетка теней от бренда Dior Backstage, стоит она 49 долларов. Цвет палетки Rosewood Neutrals, я думаю, вы уже видели эту палетку, это хорошая, насколько я знаю, именно повседневная палетка, она полупрозрачная, я это понимаю, но мне кажется, что это будут очень крутые тени для легких, повседневных, полупрозрачных макияжей, и думаю, мы с ней все-таки подружимся. Следующее, что я хочу, это карандаш от бренда Mark Jacobs, он стоит 26 долларов, и оттенок у него на оливковый. Это карандаш из лимитированной коллекции, я уже смотрела его на российской Sephora, в российской Sephora он закончился, его, к сожалению, нельзя уже купить, я бы так-то уже к этому моменту его приобрела, но, к сожалению, я прошляпила момент, и он ушел с концами из нашей российской Sephora. Не знаю, честно говоря, где его приобретать, потому что кроме российской Sephora и Mark Jacobs не так-то много где продается, и не так много уж тем более доставляется в Россию. Но, насколько я знаю, это красивейший оливковый оттенок, именно за ним я и гонюсь. Я не фанат формулы от Mark Jacobs, у меня есть один карандаш, который мне попадался в Sephora Box. Возможно, проблема данного карандаша заключается в том, что он лежал именно в Sephora Box, и, возможно, туда положили не самую лучшую его версию, но тот карандаш у меня черный, из классической коллекции, он нифига не держится слизистый, вот вообще. Я его наношу, потом он исчезает, и это просто кошмар. И это знаменитые карандаши Mark Jacobs. Я очень надеюсь, что мне действительно попалась плохая версия, потому что как этот карандаш называют самым лучшим, и называют его так многие, в таком случае я просто не понимаю. Следующее средство в моей корзине это бальзам гидрофильный от бренда Clinique, стоит он 30 долларов. Этот гидрофильный бальзам это тоже самое, что и бальзамы от Clean Zero, от Hamish, от Clean Balm. Я обожаю подобные бальзамы, мне больше всего, пожалуй, нравится именно текстура бальзама, а не гидрофильного масла, и поэтому я хочу это средство. Оно продается буквально в каждой крупной российской серии магазинов косметических, и в L'Etoile, и в RIVGOSH, и в DBT, в Sephora. А везде он продается, он доступен, и да, он, конечно, стоит недешево, но все же ценовая категория у него одна, вместе с Clean Zero, вместе с Hamish, но при этом он в России доступнее, поэтому я все же хочу попробовать данное средство. Но у меня сейчас еще два гидрофильных масла, практически полные, точнее даже две с половиной упаковки, и поэтому пока что я данное средство не покупаю. Следующее, что у меня здесь лежит, это кисть от бренда Fenty Beauty от Rihanna, и эта кисть стоит 32 доллара, кисть для хайлайтера. Не знаю, честно говоря, насколько необходима жизненно мне эта кисть, точнее, нет, знаю, она точно жизненно мне необходима, не необходима, но хочется мне приобрести данную кисть, мне кажется, она будет круто работать на этой области, потому что она будет именно ложиться в область скулы и хорошо ее прокрашивать. Возможно, эта кисть будет абсолютно не рабочая, но судя по тому, какие отзывы я видела на данную кисть, она работает хорошо, и поэтому это, знаете, это просто чисто женская хотелочка. Вот если будут лишние, там, тысячонка долларов, то я бы все-таки приобрела данную кисть. Следующая хотелка, это тоже Mark Jacobs, это тоже лимитированная коллекция, та же самая, что и с карандашом оливковым, и называется данная палетка Extravagance. Очень красивая коричнево-зелено-золотистая палетка на Сифаре, она почему-то не очень симпатично выглядит, откровенно говоря, если бы я смотрела ее только на сайте Сифара, я бы, скорее всего, не вдохновилась данной палеткой, но я уже успела посмотреть на ее фотографии в Инстаграме, ее свотчи, ее обзоры, и именно из этих обзоров и фотографий я все же вдохновилась на ее покупку. Эта палетка, насколько я знаю, еще продается в российской Сифаре, она там еще есть в наличии, стоит она примерно 3,5 тысячи рублей, это не дешево, но, возможно, я все-таки соблазнюсь на ее покупку, пока что я не уверена. Следующее средство как раз-таки является, наверное, самым для меня спорным в этой корзине, это капельки от бренда Clorant, стоят они 32 доллара за 15 миллилитров. Так как я планирую начать, в общем-то, пользоваться автозагаром, то, естественно, мне нужно подумать о лице, которое будет бледнее, нежели чем все тело, кроме того, я все-таки планирую съездить сейчас скоро на море, и наверняка я буду лицо особенно сильно защищать, и оно, как всегда, будет отличаться по цвету от остального тела, и, соответственно, нужно что-то с этим делать. Можно, конечно, постоянно использовать более темные тональные основы, но можно подобным и не заниматься, а использовать подобные капельки. Если у вас был опыт использования подобных капель, то, пожалуйста, напишите в комментариях, как они вам, и стоят ли они вообще своей покупки. Следующее, что я хочу, это база под тени от бренда Urban Decay, стоит она 24 доллара. Хочу данную базу, потому что она 100% хорошая, на нее масса положительных отзывов, и, в общем, сказать здесь больше нечего. Следующая моя хотелка, это две палетки от Наташи Денолой, палетки для глаз. Первая палетка, это мини-ретро, стоит она 25 долларов, здесь красивая персиковая зеленая гамма. Да, я уже видела обзор, и видела, что она не идеальна, и к ней есть претензии, но ее гамма меня привлекает, мне кажется, она очень красивая, и поэтому я бы хотела ее купить. К сожалению, опять-таки, момент ее покупки я проворонила, и теперь везде, где она есть вообще, как товар, она везде не в наличии. И вторая палетка, которую я бы хотела приобрести, это Наташи Деноне для глаз, это палетка номер 5, в оттенке 2. Это красивая розово-фиолетово-коричневая гамма, очень повседневная, в невероятно кремовой текстуре. Эта палетка, очень я ее хочу, очень я осмотрела ее отзывы, и прямо-таки слюна выделялась на данную палетку, очень мне ее хочется. Эта палетка уже именно полноразмерной версии, это не версия мини, и стоит она 48 долларов. На мой взгляд, красивущая гамма, поэтому я точно ее приобрету. И с последним заказом скульпт-бьюти я хотела взять себе эту палетку, но, как назло, ее не было в наличии, так что вместо нее, я уже говорила, я взяла палетку Cranberry, и она мне нравится, но она не так часто используется, нежели чем использовалась бы эта. Следующая хотелка, это тоже Наташа Денона, но эту палетку уже не для глаз, а для лица. Называется она Love Glow Cheek Palette, стоит она 55 долларов. Стоит как крыло самолета, поэтому я ее пока что не покупаю, уж очень дорого. Мне бы очень хотелось ее, возможно, где-нибудь потестировать, и, вероятно, я бы так и сделала, если бы съездила в Италию, но начался коронавирус, и, к сожалению, облом. У меня случился с той поездкой. Красивая палетка, здесь и хайлайтеры, и румяна, и текстуры разные, и кремовые, и сухая, в общем, должно быть очень-очень классно и интересно, но вот, к сожалению, уже очень дорого, чтобы совершать данную покупку необдуманно и непосводчив. Крепитесь, мы уже почти закончили, осталось всего несколько средств. Следующее, что лежит у меня в корзине, это Charlotte Tilbury Airbrush Matte Bronzer. Он стоит 55 долларов за 16 грамм. Это новый бронзер, на него уже успело выйти несколько обзоров. На самом деле, я его хочу не потому, что он какой-то супер-классный, как раз-таки подобных отзывов на него нет, я скорее его просто хочу в свою коллекцию Charlotte Tilbury, и также я хочу сделать на него обзор, потому что бронзер новый, интересный, и я бы все-таки хотела на своем канале его когда-нибудь обозреть. Итак, следующее, это подводка от бренда Tom Ford, она стоит 59 долларов. О май гад! Как долго за одну лишь подводку? Но, насколько я знаю, это очень крутая подводка. Она мега черная, она рисует мега тоненькие стрелки, и она очень долго служит и не заканчивается. Поэтому, в общем-то, я и мечтаю о данной подводке. Но, скорее всего, если я ее и приобрету, то очень и очень не скоро. Парет последнее средство в моей корзине, это Beko Cosmetics, и это праймер в фиолетовой упаковочке. Стоит он 39 долларов за 30 миллилитров. Этот праймер, насколько я знаю, должен подсвечивать красиво кожу, чуть-чуть скрывать красноту, и именно поэтому я его и хочу. Это именно хотелка. Это то, что не обязательно иметь в своей коллекции. Это вот просто чисто та вещь, которую я бы могла бы приобрести, если бы у меня была лишняя тысяча долларов. И последнее средство в моей корзине, это бренд Summer Fridays. Это маска Jet Leg Mask Mini. Она стоит 25 долларов за 28 грамм. Есть данная маска также еще не в формате мини, а в полноразмерной, но я хочу для начала именно мини. На мой взгляд, все-таки целесообразнее приобретать мини. Да, я знаю то, что в миниатюрах вы переплачиваете, но так как у меня полным-полно косметики, то я все же предпочитаю переплатить за миниатюру, нежели чем иметь кучу полноразмерных версий, которые у меня будут стоять годами, и которые не будут использоваться, или же будут заканчиваться годами. Скорее всего, они не закончатся, скорее всего, у них просто выйдет срок годности, поэтому лучше я приобрету миниатюру, быстрее ее использую, и быстрее пойму, надо оно мне в полноразмере или нет. А бренд Summer Fridays основали две подружки, два бьюти-блогера, достаточно симпатичные девушки, вы можете посмотреть их видео, например, на Культ Бьюти, у них потрясающе выглядит кожа, вот ты смотришь на них, и прямо-таки завидуешь, страшно завидуешь, по крайней мере, я со своей кожей им страшно завидую. Это, наверное, моя мечта, иметь настолько красивую, гладкую, здоровую и сияющую кожу. Мне очень понравилась их маска в розовой версии, она, конечно, не для всех, она оставляет пленочку на лице, она очень маслянистая, и плюс скрабирующие частички. Многие не зафанателят этой маски, но мне очень понравился эффект сияния, который остается на коже, и поэтому мне данная маска понравилась, и, соответственно, я захотела приобрести маску Jet Lag. Это их самая первая маска, которую они вообще создали в своей коллекции, в своем бренде Summer Fridays, и, насколько я знаю, это бестселлер, поэтому я бы и хотела приобрести именно эту маску. Ну что ж, а это была вся моя корзина. Повторяю, здесь 23 позиции, общая стоимость 1020 долларов 50 центов. Если что-то из этого вы уже пробовали, то, конечно же, я жду ваши комментарии, ваши мысли, стоит это приобретать или не стоит. И очень надеюсь, что данное видео вам понравилось. Если это так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и всем пока-пока!